Великой Отечественной войны Он погиб зимой 41-го года при обороне подмосковной деревни Крюково. Покой обрел у Кремлевской стены. Вечный огонь здесь зажгли в 67-м. С тех пор жители и гости столицы считают своим долгом прийти к общенациональному мемориалу воинской славы. Мы должны собственным примером показывать ребятам то, как надо. Ну, собственно говоря, сегодня уже традиционно второй год подряд центр «Авангард», его сотрудники, юно-армейцы, кадеты, ребята, которые только собираются поехать в «Авангард» или ребята, которые уже в «Авангарде» были, объединившись все вместе, возлагают венок, отдают дань памяти к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Это нужно не мертвым, а в первую очередь подрастающему поколению. Ведь они все реже могут услышать о той войне из первых уст. Я считаю, что это важно, потому что мы не должны забывать то, что было в прошлом, чтобы не совершать ошибки в будущем. Надеюсь, что в скором времени мы закончим специальную военную операцию на Украине, и там больше никогда не будет фашистов. Именно в такие моменты и выстраивается жизненная позиция, подчеркивает руководитель центра Дарья Борисова. Появляется понимание того, с чего начинается Родина. Поэтому традиция возлагать цветы к могиле неизвестного солдата в преддверии Дня Победы будет только укрепляться. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова